Сегодняшняя тема. Помнишь, как в нашумевшем сериале «Эмили в Париже» главная героиня завороженно наблюдала за ожившими полотнами Винсента Ван Гога? Понять, что она чувствовала, можно в Ламьер-Холл до 10 января, там ожили картины Айвазовского. Чтобы посмотреть всю экспозицию, понадобится полтора часа. Интерпретацию классиков можно оценить и в центре М Апостроф Арс. Совместно с инновационной студией Арт Динамикс они представили новый проект VR Gallery, в рамках которого зрители могут в подробностях рассмотреть полотна великих мастеров, пройтись по залам знаковых галерей и почувствовать себя частью великого даже в закрытой 2020-й. Выходя на улицу, не забывай максимально утеплиться. Как это сделали звезды, смотри в галереи, в Музее истории ГУЛАГа узнаем о возникновении первых концлагерей и их после смерти Сталина. Кроме документов, кинохроники, статистики и художественных инсталляций зрителей ждет VR-тур по заброшенному урановому лагерю. Концерты все-таки не под запретом. А значит, не забываем о масках и социальной дистанции и все-таки подпеваем любимым или новым для тебя группам. 19 декабря в 20 часов в главклубе ждем Кровосток, творчество которых называют интеллигентным гангстерэпом. В то же время в ДК имени Горбунова слушаем Петра Налича. Публика полюбила его после Евровидения и забавного хита гитар, но сейчас артист немного сменил вектор и предлагает новую музыку. Хорошие новости, она все такая же интересная и нетривиальная. Благодаря пандемии искусство стало ближе. И в буквальном смысле пришло в дом. Французский коньячный дом Мартелль совместно с фондом Дианы Вишневой и международным фестивалем современной хореографии контекст. Диана Вишнева продолжают серию онлайн-трансляций. А мы смотрим постановки, которые раньше были недоступны для широкой публики. 18 декабря в 20 часов подключаемся к онлайн-трансляции, чтобы оценить моноспектакль «Женщина в комнате» в исполнении Дианы Вишневой, а также предпремьерный показ танцевального видеопроекта «2020». До 15 января прямо в собственной квартире можно узнать об одном из самых любимых жанров живописи. Присоединяемся к онлайн-трансляции выставки «Натюрморт. Метаморфозы. Диалог классики и современности» и узнаем все об эволюции жанра. 17 декабря смотрим постановку театра имени Ленсовета «Мертвые души». Поэма Гоголя превратилась в спектакль-расследование, достойный того, чтобы посвятить вечер ему, а не любимому сериалу. Параллельно уделяем внимание себе. Новинки для ухода за кожей зимой ищи в галерее. А еще помним, что даже для шопинга не нужно никуда выходить, а важные релизы часто можно приобрести только онлайн. В Россию приехала коллаборация FLA Project 7, созданная совместно с южнокорейской кап-оп-группой BTS. И она не только для поклонников одной из самых популярных групп в мире. Стеганные утепленные куртки могут стать базой зимнего гардероба, а футболки, худи, брюки карго и джоггеры гармонично дополнят образы. Ищем все это только в интернете, в официальном онлайн-магазине FLA или в мультибрендовом сникерстере Urban Vibes. Eater Stories объединился с лондонским брендом Brobger, это первая коллаборация брендов, приехавшая в Россию. Но в магазинах так и не появится, примерить ее можно, только оформив заказ на официальном сайте. Krokos объявила о пятой коллаборацию с Post Malone, новая модель с массивной подошвой, карабинами и символикой культового хип-хоп-исполнителя будет представлена в розовом и черном цветах. Купить Sabo можно будет с 22 декабря на официальном сайте, и тут лучше не затягивать, обычно модели из коллаборации разлетаются мгновенно. В Москве открылся винтажный магазин Vintage Capsula. Теперь в Староконюшеном переулке можно отыскать винтажные или культовые сумки, например, Saddle Bug времен Galeana, LV из коллаборации с Takashemirak или подиумную Batteva Veneta, украшения, брендовую одежду и товары для дома. Левис запустил новую коллаборацию, на этот раз с New Balance. В основу коллекции легли знаменитые символы брендов. Купить ограниченную линейку можно только в трех местах, в Цветном, New Balance на Тверской и в Галерее, в Санкт-Петербурге. Ванна, B, предлагает понастальгировать вместе с их коллекцией цепей с винтажным плетением. Кроме цепочек в линейке есть и трендовые браслеты, отличный вариант для новогоднего подарка. Петербуржцы Арни Прахт в очередной раз признались в любви к минимализму. Новая коллекция бренда вдохновлена стилем минимал-арт и мировыми художниками. Если тебе надоели бесконечные детали и украшения, обязательно рассмотри новый дроп отечественного бренда. И не забываем доставить удовольствие себе не только покупками. В артиколе салона СПА появились зимние процедуры, обновляющая или энергетическая, от Ламер, обновляющая и смягчающая, от Беллифонтейна, или можно зарядиться энергией ледников с Валмонт. У Фен Диар Вай Биар, Собака Фендри Бар, тоже приятные новости, только в декабре они предлагают пониженные цены на сертификаты, позволяющие делать услуги в этих салонах. Так, к примеру, сертификат на 100 тысяч рублей теперь отдают по цене 75 тысяч рублей, сертификат на 50 тысяч рублей стоит 40 тысяч рублей, а сертификат на 25 тысяч рублей стоит на 5 тысяч меньше. А еще пора подумать о праздновании нового года. Новотелла Даджея и Бесмосква Киевская предлагает провести праздник с ними в номере ресторане, где вместо кровати гостей будет ожидать праздничный стол. Новогоднее меню появилось в ресторанах «Чайка» и «Ласточка». Причем попробовать его можно уже сейчас. Над новинками в ресторанах-яхтах работал итальянский шеф-повар ресторанов Доминика Филипппони. Обязательно пробуем мимозу с мясом краба, салат нажили из шампанского и домашний холодец. А в ресторане Самосан решили сделать декабрь сладким и обновили десертное меню. Пробуем муссы и шоколадный или тыквенный, лесную фею или кохи с миндальными хлопьями. Читай еще.